Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Особая экономическая зона Тольятти и технопарк Жигулевская долина признаны одними из самых эффективных в России. Об этом шла речь на совещании в Москве, в котором принял участие губернатор Николай Меркушкин. Скинулись, чтобы не служить в армии. Призывники через курьеры пытались купить военные билеты. Внимание, знаки. Грозит ли штраф самарским водителям? Если шипы есть, а знака нет. Бабушкам свободную торговлю, нарушителям штраф. В советском районе Самары сегодня проверяли документы у лоточников. Заслуженные, дважды народные, всех званий ее не перечесть. Сегодня 100 лет со дня рождения велика актрисы Веры Ершовой. Сегодня около 100 человек были эвакуированы из Самарского главпочтампа из-за бесхозного пакета. В 11.25 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в городском отделении связи обнаружили подозрительный предмет. Силовики эвакуировали посетителей и работников отделения почты. Обследовали помещение с помощью специальных приборов и служебной собаки. Внутри пакета взрывоопасных веществ найдено не было. Сейчас отделение почты работает в обычном режиме. Возгорание в здании бывшего реального училища на улице Алексея Толстого произошло из-за поджога. Эту информацию подтвердили в главном управлении МЧС по Самарской области. Пожар произошел 24 марта. В здании вспыхнула крыша. Это уже не первое возгорание. Только в октябре прошлого года дом горел дважды. В этот раз эксперты установили, что возгорание началось на третьем этаже. В образцах с места происшествия обнаружили горючие вещества. Бывшее реальное училище – объект культурного наследия и памятник федерального значения. Находится в собственности Министерства обороны и сейчас на стадии передачи Самарскому муниципалитету. Сейчас доступ к зданию ограничен. За объектом следят власти Самарского района вместе с волонтерами. В городской администрации составляют смету реконструкции с учетом ущерба от пожара, а также готовят заявление в полицию, чтобы найти виновных в поджоге. В Самаре восстановит кинотеатр Шибко. Глава города Олег Фурсов провел встречу с инвесторами, заинтересованными в восстановлении легендарного кинотеатра. Новый владелец планирует провести реконструкцию четырех кинозалов. В здании также появятся торговые зоны и зона с современными спортивными аттракционами. Территория вокруг здания будет благоустроена и озеленена. Полагаю, что в ближайшее время мы увидим эти изменения. Для города в принципе все равно, кто занимается таким объектом, инвестор или бюджет, важно, чтобы этот объект работал в интересах горожан и сохранял свой первоначальный вид. Создание высокотехнологичных производств стало главной темой совещания в Москве, который провел первый заместитель и руководитель администрации президента России Сергей Кириенко с главами регионов. В совещании принял участие и самарский губернатор Николай Меркушкин. Особая экономическая зона Тольятти и технопарк Жигулевская долина признаны одними из самых эффективных в России. Также 63-й регион – один из лидеров в реализации проектов государственно-частного партнерства. По итогам прошлого года Самарская область в этом направлении на втором месте после Москвы. Еще одна важная тема была затронута на встрече главы региона с министром культуры России. Николай Меркушкин и Владимир Мединский обсудили вопрос реконструкции Самарской фабрики кухни. После того, как здание будет восстановлено, в нем разместится центр современного искусства. На встрече речь зашла и о реконструкции Самарского цирка. Проектирование уже завершается. А во время личной встречи с патриархом московским и всеяруси Кириллом губернатор Николай Меркушкин рассказал, как продвигается строительство Софийского собора в Самаре, православного института в Тольятти и других храмовых комплексов в регионе. Кроме того, Николай Меркушкин принял участие в работе наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию православной энциклопедии. Оно прошло в Храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх Кирилл отметил вклад главы Самарской области в работу по подготовке православной энциклопедии и широкому распространению изданий в региональных библиотеках. 7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в память о том, как Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя Мира Иисуса Христа. В Самаре главная служба прошла в Храме в честь Благовещения. На праздничном молебне побывал Андрей Горгуленко. Один из самых важных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы – отмечают сегодня православные. Во всех храмах проходят службы и молебны. Благовещение отмечается в честь знаменитого евангельского события – возвещение Архангелом Гавриилом Благой Вести Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий Иисус, Который станет Спасителем. В храме в честь Благовещения службу проводил сам митрополит Самарский Сызранский Сергий. Благовещение всегда выпадает на 7 апреля. Несмотря на то, что это время Великого Поста, в этот день церковью допускаются праздничные послабления. Постящимся сегодня можно поесть рыбу и выпить немного вина. Благовещение на Руси считалось последним днем отдыха перед началом подготовки к посевной. В этот праздник было принято отдыхать. Работа, особенно по дому, была под запретом. Это очень большой праздник. Меня мама наказывала в этот день, вообще ничего не делать. Говорила, что девица косу не плетет, птица гнездо не вьет. Поэтому, конечно, как не прийти в такой день в храм. А завершилась праздничная служба крестным ходом вокруг храма. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Знаки повсюду. Новые правила дорожного движения обязывают водителей крепить. Специальные наклейки на стекла автомобилей. Значок с буквой «Ш» нужно наклеить всем, кто использует шипованную резину. В противном случае грозит штраф. Изменения коснулись и начинающих водителей, а также тех, кто ездит на мотоциклах. Что еще нового принес апрель для участников дорожного движения, узнавала Олеся Корецкая. Знак шипы в магазине запчастей на переднем плане. Спрос на него на этой неделе вырос в разы. Ну, если раньше мы ими вообще не торговали, то есть, ну, они не нужны были по сути, то сейчас, ну, лично мы в день продаем штук 30. А значок вот начинающий водитель тоже у вас берут? Ну, спрашивают, да, спрашивают. Ну, и дети в машине тоже начали спрашивать. Вариантов масса. Односторонние и двусторонние тонкие наклейки из ламинированной таблички. Разброс цен от 35 рублей и выше. Водители раскупают быстро. Переживают, что знаки есть не во всех магазинах. Знак шипы можно нарисовать самим, но не так пальцем по стеклу, а на бумаге, как в детстве красками или на компьютере, а потом распечатать. Длина каждой стороны должна быть не менее 20 сантиметров. Ширина вот этой красной каймы не менее 2 сантиметров. Сама буква «Ш» черного цвета на белом фоне. С 4 апреля изменились правила дорожного движения. На машинах с шипованной резиной знак шипы обязателен, иначе штраф 500 рублей. Пока нарушителей рублем не наказывают, только предупреждают. В ГАИ поясняют, знак нужен, чтобы лучше сориентировать других участников дорожного движения. В летний период времени, если водитель движется у нас на данном автомобиле, у него остановочный путь до момента возникновения опасности, до точки соприкосновения, скажем так, с пешеходом в экстренной ситуации, с автомобилем, будет гораздо выше, нежели чем у автомобиля, у которого не установлены колеса с шипами. Водители к новшеству отнеслись скептически. В апреле машины переобувают в летнюю резину. Но есть изменения в правилах и на все сезоны. Водители со стажем меньше двух лет обязаны вешать значок «Начинающий водитель». Ну, начинающий водитель – это да, чтобы видно было, что он еще недавно только сел за руль, и то, что нужно его или пропустить, или дать ему какую-то возможность уйти, проехать. А вы сами даетесь им дорогу? Да, как же, это лучше, и сам целее будешь, и он проедет. Начинающим водителям также запретили буксировать кого-нибудь на тросе. Не забыли и о мотоциклистах. Без нужного двухлетнего стажа водитель категории А не может перевозить пассажиров. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. 250 тысяч рублей были готовы заплатить жители поселка Рощинский за то, чтобы не служить в армии. Деньги сотруднику военкомата они пытались передать через курьера. Почему молодым людям не удалось купить военные билеты, знает Алина Чемерес. Криминальная драма закончилась, не успев начаться. Посредника, который, по версии следствия, должен был передать деньги сотруднику военкомата, задержали с поличным в одном из самарских дворов. Прямо в машине, где дерзкому преступлению не суждено было свершиться. Меня попросили, так скажем, передать деньги, чтобы я сделал, ну не я сделал, а чтобы попросил я сделать военник. Так, кому? Так скажем, вот человек. Откосить от армии, по предварительной информации, задумали двое жителей поселка Рощинский. Год воинской службы показался им столь суровым испытанием, что молодые люди были готовы заплатить за военный билет 250 тысяч рублей. На первую и последнюю встречу с посредником несостоявшиеся солдаты явились только с частью суммы. Сколько денег ты ей должен был передать и когда? 170 тысяч. Когда? Сегодня. Твой интерес какой в этом? Ну, так скажем, я хотел себе чуть-чуть денег поиметь. Сколько? Ну, в районе там 10-20 тысяч. Теперь вместо заслуженного вознаграждения уголовное дело по статье предложения посредничества во взяточничестве. Пока ведется следствие, горе-курьер находится под подпиской о невыезде. Алина Чемерес, События. В незаконной торговле бои в советском районе провели рейд, где выписывали штрафы лоточникам, которые продают в непредназначенных для этого местах. После таких проверок, проходящих каждую неделю, в администрацию попадают десятки дел. У незаконных лотков приценилась и Марина Матвейшина. Носки, платья и брюки нарядиться с ног до головы за малые деньги можно прямо на улице у выхода со станции метро «Безымянка». Здесь же можно купить мед, веточки вербы и соленье на любой вкус. Но зачастую у торговцев нет никаких документов, ни сертификатов качества на продукцию, ни разрешений на торговлю. ИП, что я оплачиваю, есть налоговую. Видите, документы сдачи? Нет, документы на право торговли вот на этом участке. Сотрудники департамента Батрепрынка совместно с полицейскими составляют протокол об административном нарушении. Для женщины это уже третий штраф. Знали, что здесь нельзя торговать? Да, конечно, знала. Почему все-таки продаете? Ну, потому что в магазине не идет ничего. Здесь лучше? Ну, не лучше, но хоть что-то можно заработать. Борьба с лоточной торговлей на улицах города ведется ежедневно. В рейды выходят сотрудники и департамента, и районных администраций. Уличные торговцы сбывают покупателям непонятного происхождения товар. Плюс оставляют после себя кучи мусора, превращая тротуары в помойку. Пока, во-первых, да, не поменяем психологию торговцев и покупателей, ведь мы же это покупаем, значит, нас это устраивает. А во-вторых, да, будем составлять протоколы административной комиссии с учетом тяжестей или нетяжести, будут принимать решение о наказании рублем. Наказание ощутимое. Штраф составляет от полутора до четырех тысяч рублей. Еще более действенный метод – полиция забирает товар сразу после составления протокола и до того момента, пока нарушитель не оплатит штраф. После такой работы лоточников становится все меньше и меньше. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Жители региона задолжали за коммунальные услуги почти три миллиарда рублей. Какие квитанции оплачивают реже всего, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В конце недели нефть удерживается на отметке выше 55 долларов за баррель. Американская валюта стоит 56 рублей 43 копейки, евро – 60 рублей 8 копеек. Золото стоит 2274 рубля, серебро – 33 рубля 6 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей, дороже всего продать за 56 рублей 75 копеек. Минтруд назвал самые востребованные профессии в этом году. Лидеры рейтинга – квалифицированные рабочие в сферах строительства, транспорта и промышленности. Чтобы увеличить налоговые сборы, Минпромторг предлагает оснастить специальными чипами вслед за шубами куртки, пальто, обувь, косметику и фотоаппараты. А жители Самарской области задолжали за коммуналку почти 3 миллиарда рублей. В основном это неоплаченные счета за электроэнергию. И больше остальных долгов у Тольятти и Сызрани. На этом все. Удачи в делах. Сбор мусора, рыхление снега, обрезка крона и покраска стволов деревьев, ограждений и турников – таков основной фронт работ на ближайшую субботу. Весенняя уборка в Самаре набирает обороты. Главы районов отчитались о готовности к субботнику 8 апреля. Выездное совещание по видеосвязи Олег Фурсов провел в администрации Октябрьского района. Кроме сотрудников муниципальных предприятий, управляющих компаний, районных администраций, приводить в порядок свои дворы будут и самарцы. Для них подготовили необходимый инвентарь – лопаты, грабли, перчатки. Инструментов должно хватить всем. Это принципиальная задача, поставленная перед районными властями. В этом году к уборке новый подход. Для самых активных жителей приготовили поощрение. По три самых чистых двора в каждом районе оборудуют системами видеонаблюдения. Площадки, где жители лучше всех поработали на субботнике, станут участниками федеральной программы по благоустройству. А в нескольких дворах и в общегородском субботнике примут участие и футболисты команды «Крылья Советов». Горожан приглашают поучаствовать не только в уборке, но и в благоустройстве города. Обрезку деревьев можно использовать и по краску стволов, там, где это возможно. В городе уже в Самарском и Ленинском стволы красят. Значит, надо краску соответствующую закупать, да, рукавицы, кисти. Это тоже, пожалуйста, поставьте себе в работу. Не привыкать, я думаю, работать в таком режиме. Поэтому надо распределять силы так, чтобы везде успевали, успевали с хорошим качеством. Значит, благоустройство тоже очень важный приоритет. Ударим техникой по грязи. Очищать Самарские улицы от последствий зимы вышла новая уборочная машина. Сейчас она проходит тест-драйв. И если результаты устроит всех, город закупит партию современной техники. По характеристикам она опережает уже имеющуюся в Самаре. В первый рейс спецмашину провожала и наша съемочная группа. Со скоростью 5 км в час эта современная уборочная машина уничтожает грязь на дороге. Это ее первый рейс. В Самару новую технику привезли две недели назад на тест-драйв. Подписывали договор с производителем, что месяц мы ее эксплуатируем в любых самых тяжелых условиях. Вот если она проходит все испытания, то, соответственно, город планирует определенную партию закупить. Подметально-уборочная машина элеваторного типа – так звучит ее официальное название. Она, как огромный автоматический веник, способна убирать с дорогу слежавшуюся за зиму грязь. Даже если слой ее достиг 5 сантиметров. В разы сокращает время уборки и заменяет ручной труд. Разработка отечественная. Плюс в том, что ремонт такой машины не влетит в копеечку. В отличие от импортных аналогов, горожане новинку уже оценили. Мне кажется, все-таки поможет. В грязи у нас после весны достаточно много на дороге лежит. И новая техника необходима. Хорошая техника. Приятно даже. Вот то, что убирает. И не только убирает. Там и вода, и вот эти щетки. Все там и смывает, и подбирает грязь за дном. С одного квадратного метра такая спецмашина собирает до 700 граммов грязи. Для сравнения, уличные пылесосы, которые сейчас работают в городе, могут втянуть почти в 4 раза меньше пыли. Сборочная техника элеваторного типа достойно показала себя в других регионах. Теперь технологию перенимает и Самара. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Станислав Левин. События. А теперь коротко о других темах дня. С понедельника в некоторых домах Самары отключат горячую воду. Это связано с проверкой на Самарской и Безымянской ТЭЦ. Без воды останутся жители проспекта Карла Маркса, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Советской Армии, Новосадовой, Солнечной, Демократической, Алма-Атинской, а также Ракитовского и Зубчининовского шоссе. В среду, 12 апреля, такая же проверка затронет сети в пределах улиц промышленности Аэродромной Авроры, Мариса Тореза, Революционной и Московского шоссе. Как отмечают энергетики, такие испытания в конце отопительного сезона позволят определить участки теплосетей, нуждающихся в первоочередном ремонте. В Самаре железнодорожную станцию «Ягодная», расположенную в микрорайоне «Крутые ключи», собираются перенести ближе к улице Мира. Проект планировки уже готов. На новой станции появится зал ожидания. Обустроят перроны, парковки, а рядом построят автовокзал и подземный переход. Между станцией «Ягодная» и жилой застройкой появится сквер. Проект предусматривает строительство улицы Путевой, которая соединит улицы Мира и Устинова. По ней будет курсировать общественный транспорт до Ягодной. В Самарской области подтопило мост. В Пестравском районе у села Мосты разлилась река Большой Эргиз. По данным МЧС, высота воды над дорожным полотном 5 сантиметров. Угрозы подтопления жилых домов нет. На месте подтопления работают сотрудники ГИБДД. Движение легкового транспорта через мост приостановлено. Проезд большегрузного транспорта не ограничен. В Самаре в день общегородского субботника выступят звезды российской эстрады. Большая уборка пройдет 22 апреля, а концерт после нее на площади Куйбышева. Артистов для выступления выбирали сами жители. Как показали опросы, горожанам больше всего нравится группа «Серебро» и певец Денис Майданов. Билеты на выступление будут раздавать самым активным молодым людям, которые помогали в уборке своих дворов и города. А для пенсионеров, вышедших на уборку, торговые сети предложили 10 тысяч дисконтных карт. С ними можно будет покупать товары во многих супермаркетах со скидкой. Дождались. В Самарскую область пришла, наконец, температурная весна. В субботу 8 апреля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы составит плюс один, плюс шесть. Днем 9-14 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. В воскресенье ночью осадков не ожидается. Столбик термометра опустится до плюс одного. Днем местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется от 9 до 14 градусов. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения легенды Самарского драмтеатра. Актрисы Веры Александровны Ершовой. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России и национальной театральной премии «Золотая маска». Она являлась несравненным мастером сцены, которая дала всю жизнь. В Самарском театре драмы Примадонна сыграла множество ролей. Вера Александровна Ершова не дожила ровно год до своего 90-летнего юбилея. Ее не стало 6 апреля 2006 года. Сегодня ее коллеги, друзья и близкие возложили цветы к мемориальной табличке памяти Веры Ершовой. Себя вне театра немыслимо. Символично, что среди всех ныне существующих актеров нашего театра драмы она единственная имеет золотую маску за заслуги в развитии всего русского театра. Завтра мы играем значимые спектакли, потому что это был последний проект, в котором она участвовала, месье Амелькар. И последний спектакль, который она буквально за несколько дней до смерти сыграла. И мы будем играть завтра этот спектакль с нею. Те две сцены в конце первого акта будем играть на видеоэкране. Медалям все возрасты покорны. 82-летний тольяттинский пловец Станислав Визовский стал вторым на чемпионате страны. Каких еще успехов добиваются наши спортсмены, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная Самара разыграет Кубок Федерации. Тольяттинские спортсмены приплыли первыми на чемпионате России. Самарский раперист – двукратный чемпион мира среди кадетов. Кирилл Бородачев дважды поднимался на первую ступень пьедестала почета на первенстве мира по фехтованию. В Пловдиве Болгария он завоевал золотую медаль в командных соревнованиях. На пути к финалу россияне победили Австрию 30-14, Украину 30-18, Румынию 30-19. В матче за первое место сдалась Канада со счетом 30-21. Бронзовые призеры – Южная Корея. Еще одну золотую медаль Бородачев завоевал в личном зачете. Успешно выступают и самарские пловцы. 46 медалей ветераны привезли с чемпионата страны. В копилке 17 золотых, 10 серебряных, 12 бронзовых, а также 7 эстафетных – 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Чемпион мира 2015 года 82-летний Станислав Визовский из Красного Яра занял второе место. Но чтобы его обогнать, конкурентам пришлось установить три рекорда России. А вот чемпионка мира Наталья Кораблина плыла вне конкуренции. У нее 4 золотые медали в эстафете и на спине. Неудача в плей-офф чемпионата Суперлиги не означает, что сезон для баскетбольной Самары завершен. Команда поборется за Кубок Федерации. В новом утешительном турнире сыграют команды, не попавшие в плей-офф и выбывшие из четвертьфинала. Они разыграют места с 5 по 12 в итоговой классификации. 8 команд поделили на 2 группы. Два лидера после первого кругового этапа выйдут в финал четырех, который пройдет 19 и 20 апреля. Самара попала в группу А. Ее соперники – Химки Подмосковья, Ижевский Купол и Урал. В группе Б сыграют МБА, Рязань, Темп, Свердловская область и Сахалин. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Общественную акцию «Вместе против экстремизма и терроризма» покажут в эфире самарских телеканалов. Трансляцию жители смогут увидеть в субботу, 8 апреля в 19 часов в эфире трех самарских телеканалов – «Самара ГИС», «Россия-24» и «Губерния». Напомним, 8 апреля на площади Куйбышева пройдет общественная акция. Ее цель – выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга. Вход свободный – начало в 12 часов. Внимание автомобилистам в связи с проведением акции движения в районе площади Куйбышева будет ограничено. Это все новости на сегодня. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и отличных выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА